Чтобы жить, трёхлетняя маляка должна ежедневно получать инъекции инсулина. Малышка страдает сахарным диабетом и нуждается в постоянном контроле врачей. Детям с такими диагнозами необходимо ходить в особые детские сады, в которых не только от воспитателей требуется специальная подготовка, но и состав медицинского персонала не должен ограничиваться одной только медсестрой. Кухня в таких детсадах должна быть особой и в прямом, и в переносном смысле самого слова «кухня». В числе прочих требований именно такой подход к образованию детей с особыми потребностями можно назвать инклюзивным. Это наш единственный садик, куда нас приняли с сахарным диабетом. В сколько садика обращались, везде говорят, что медикам в круг обязанностей не входит смотреть за детьми с сахарным диабетом. Новость о том, что этот детский сад скоро не сможет оказывать необходимую помощь детям, с особыми потребностями, для родителей 60 малышей прозвучало как страшный приговор. В местном управлении образования вдруг решили, что нужно сократить медперсонал. Если это произойдет, садик станет обычным дошкольным учреждением образования, и никакой особой поддержки детям с сахарным диабетом оказывать в нем уже не будут. В местном акимате говорят, что детский сад еще три года назад лишили статуса реабилитационного центра. Мы обязаны смотреть, особенно детей, более углубленно, тем более с хроническими заболеваниями, поскольку это уже подразумевает собой своеобразную группу риска. Детский сад и прежде сталкивался с подобной проблемой. Но, похоже на этот раз, в акимате города решили покончить с этим вопросом раз и навсегда. К сожалению, врачей в данном детском саду в штате, мы как бы в саду, они не могут работать, потому что это нарушение всех типовых правил деятельности и правил, типовых правил штатов, организации образования. Поэтому будет прикрепленная поликлиника работать. В ответ на такие суждения общественники утверждают, что действия чиновников нарушают конституционные права детей. Это и нормативно-правовая база, это и законы Республики Казахстан, постановления правительства, приказы министров и различные методические рекомендации. Для особенных детей, а точнее для тех, у кого есть инвалидность, в Казахстане разработана программа инклюзивного образования. Ее основной постулат заключается в том, что обучение и необходимую поддержку должны получать все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей. Понятное дело, что сложнее всего приходится ученикам с задержкой умственного развития или физической неполноценностью. Но это только на первый взгляд. В цивилизованных государствах, в число которых стремится попасть и наша страна, уже давно перешагнули эту невидимую грань, оставив в прошлом невежество и предрассудки по отношению к детям и людям с особыми потребностями. Если ребенок не ходит в школу, конечно, он социально деградирует. А дети, которые посещают школу, они социализированы. Они могут спокойно ездить в автобусах, летать на самолетах, потому что это все отработано. И этот навык... Дети потому что общаются, понимают, что есть другой мир, выходить туда. А дети, которые ничего не посещают, конечно же, они замыкаются в себе. Концепция инклюзивного образования позволяет детям с особыми потребностями посещать обычные школы и детские сады, получая знания и всю необходимую поддержку наравне с остальными сверстниками. Это дает им возможность успешной общественной адаптации и социализации. Инклюзивные подходы – это не какие-то там типовые штампы, опираясь на которые, в Ускаменногорске хотят закрыть единственный детский сад, создающий условия для особых детей. Инклюзия – это гибкая система условий, которые подстраиваются под ребенка, а не под правила, удобные для чиновников. Для таких детей, как Аленур, инклюзивное образование – это открытые двери в мир. В мир у людей, в мир отношений, в огромный мир возможностей и самореализации. Ему всего 10 лет, но только в прошлом году он впервые переступил порог школы. Уже умеет писать и читать, но главное – стал выходить из дома и приобрел друзей. Агрессивный. Раньше он был очень агрессивным, был замкнутым и боялся выходить на улицу. Что тут говорить уже о коммуникации? Но за это время, как мы начали посещать школу, он ежедневно начал раскрываться. Он полюбил школу, потому что он начал контактировать с детьми, играть. Учителя каждый раз придумывают интересные интеллектуальные игры. Это все говорит об их профессионализме. Но вот только учителями сами эти профессионалы себя не называют, а используют в отношении себя понятие тютер. По сути, это один педагог, который совмещает функции психолога, методиста, воспитателя и логопеда. Каждый тютер берет на воспитание только одного ребенка и занимается с ним по индивидуальной методике. Мы работаем с детьми с ООПР, с особо образовательными потребностями. В частности, это большинство детей с аутизмом используем методику прикладной анализ поведения. Если ребенок чувствует себя комфортно, конечно, он может быть там на этом уроке, весь урок сидеть. Если ребенку сложно, допустим, ему с математикой сложно, и он, допустим, может просидеть только 10 минут без поведения, и какие-то, допустим, переписать за доски, он будет посещать урок математики с той задачей, там, списать за доски. И 10 минут посидит в классе, дальше идет в кабинет поддержки инклюзии и занимается по индивидуальной программе. Проект «Каждый ребенок достоин школы» Корпоративный фонд «Булашак» реализует с 2015 года. По специальным программам сегодня обучается около 500 особенных детей по всей стране. Образование школьники получают бесплатно. Но проблема в том, что не для всех оно доступно. В Казахстане порядка 153 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. И только 23% имеют возможность инклюзивного обучения. По словам руководителя проекта Динары Чайженусовой, все дело в том, что профильные министерства и местные исполнительные органы не проявляют особого интереса к поддержке особенных детей. Нет прямой коммуникации между уполномоченным органом, то есть министерством образования, и местными исполнительными органами. Если посмотреть, в принципе, законодательную базу, она достаточно неплохая. Мы, как общественная организация, мы не можем выполнять функцию государства. Этим должны заниматься местные исполнительные органы, поддерживать, всячески помогать. Мы должны только помогать. А сейчас, по факту, получается, что мы фактически все это реализуем сами. Нам очень сложно, потому что мы являемся общественной организацией. Но есть еще и серьезная проблема с кадрами. В Казахстане острый дефицит тютеров, в подготовке которых, кроме общественников, мало кто заинтересован. Специальность эта сегодня не существует в Казахстане. Мы неоднократно проводим переговоры с министерством образования о том, чтобы они ввели в единый классификат должностей, должность поведенческого аналитика. Потому что очень важно, чтобы такие специальности были официально в Казахстане. Если где-то и не хватает специалистов для работы с детьми, то в Уске-Миногорске ими буквально разбрасываются. Местные чиновники говорят, что им просто не на что содержать медперсонал детского сада, где воспитываются дети с сахарным диабетом. Впрочем, проблема решаема. Было бы, как говорится, желание. Это вопрос о качестве исполнительной власти на местах. Если бы депутаты Маслихатов, которые сидят в каждом регионе и одобряют бюджеты этого региона, не просто одобряли или не одобряли эти деньги, а они бы еще и не принимали бюджет до тех пор, пока в бюджете региона не будут заложены деньги на обеспечение лекарствами детей с этими заболеваниями их региона, тогда бы сегодняшнего вот этого разговора и вот этой проблемы бы не было. Понятно, что чем больше в инклюзивном образовании будет работать специалистов, тем доступнее станет обучение для особенных детей. Ведь для них это не просто школа, а настоящие ворота в мир. Амир Саминбетов, Вячеслав Витлугин, Нурлан Малдебаев, ЖТКН.